мой forester как и все subaru внутри был очень простой несмотря на топовую комплектацию тем не менее выглядело все достаточно гармонично хоть и недорого четвертое же поколение внутри стало посовременней материалы явно покачественнее и подороже пластик теперь действительно мягкий но по-моему дизайн интерьера стал еще скучнее увы это пожалуй самый унылый салон в классе да все отлично собрано без каких-то огрехов но глазу зацепиться не за что я не совсем понимаю новый стиль интерьера subaru по моему дизайнеры играли в нем последнюю роль чего только стоит коллекция экранов в нашем автомобиле здесь их 4 вот этот самый свежий от subaru x-w цветной правда с какой-то страшноватой графикой и отвратительным непонятным оформлением на него выводится масса информации сомнительной важности о расходе экономии как любят американцы визуализация работы полного привода и картинка с камеры заднего вида рядом с ним зачем-то еще один экран лет так на 10 старше и только для управления климатом оба эти экрана вместе как по мне вносят главную дисгармонию в общий стиль интерьера мне лично автомобиль из-за них напоминает какой-то опытный образец для испытаний еще один старинный экран в магнитоле рада в дорогих версиях здесь будет цветной сенсорный монитор ну и настоящий раритет на панели приборов мне кажется его разрабатывали совместно с инженерами из тольятти потому что почти такой же устанавливается на ладу гранту помните но вот если рассказать об это безвкусице японцам они точно обидятся потому что считают новый стиль subaru невероятно изысканным и завершенным хотя может быть это я придираюсь а вы что думаете напишите в комментариях под видео но с другой стороны с точки зрения практичности удобства все осталось на высоте просто и аскетично но удобно и практично в этом стиль subaru сохранился такой себе японский volkswagen руль простой формы без лишних понтов в виде рельефа или срезанного низа но для активной рулежки он просто идеален и руки уверенно ложатся правильным хватом на 39 приборы не перекрываются и кнопки очень удобны вот эти а вот эти для управления борт компьютером мне честно говоря не нравится крутилкам климат-контроля никаких замечаний рукоятки удобные ход четкий не промахнешься правда никак не могу привыкнуть к тому что показатели температуры вводятся вверх крутишь здесь смотришь туда ну такое я очень рад что никуда не делась вот эта удобная ниша сюда можно положить телефон или даже два причем оба останутся на виду а вот бардачок как и раньше остался ущербным листы а4 придется помять чтобы туда засунуть также абсолютно без изменений остался центральный подлокотник он абсолютно там где должен быть удобный но вот ход практически не фиксируется к тому же у меня его механизм со временем заскрипел под ним как и раньше небольшой органайзер для телефона и монет и юсб аукс входы внизу ну и розетка кнопки подогрева сидений перенесли в доступное для глаз место а ручник слава богу остался обычным механическим он расположен по спортивному близко к водителю так и провоцирует им пользоваться я рад что до subaru еще не добрались электромеханические кнопки итак посадка за рулем приятно что в нашей средней комплектации уже электро регулировки кресла к тому же ход их существенный сидение остались комфортными спинка очень высокая поэтому людям моего роста будет здесь удобно и даже подголовник регулируется по наклону если бы он еще был при этом мягкий у рулевой колонки также отличный ход по вылету и по высоте в итоге устроиться здесь комфортно может человек любого роста проверено даже наш оператор со своими двумя метрами в восторге от этого автомобиля правда и боковая поддержка ну я бы сказал достаточно как для двухлитрового мотора посмотрим отличается ли она в заряженных версиях говорят салон стал шире на 2 сантиметра в принципе вполне вероятно потому что место здесь по ширине достаточно в четвертом поколении форестера инженеры subaru существенно доработали обзорность переднее водительское кресло стало на 3 сантиметра выше к тому же даже с моим ростом в метр девяносто три если я полностью поднимаю кресло вверх то головой в потолок не упираюсь но вижу практически весь периметр капота во вторых благодаря смещению передней стойки вперед а боковых зеркал немножко назад удалось получить вот это окошко и она действительно работает но к сожалению боковые зеркала стали поменьше зато складываются автоматически помню в третьем поколении с его лопухами этого очень не хватало также отличная и обзорность назад к тому же в нашей комплектации есть камера заднего вида да картинка мелковата зато контрастная но в любом случае камера заднего вида в средней комплектации это плюс короче говоря за обзорность форестер у нас получает пять с плюсом в этом он приблизился к эталону класса по этой дисциплине новой серви раньше акустика subaru всегда была для галочки и честно говоря больше напоминала аудио подготовку даже в моей топовой комплектации когда-то с сабвуфером под креслом звук был так себе поэтому многие фанаты марки все это сразу же выбрасывали и устанавливали сюда системы за бешеные деньги и видимо инженеров subaru это устраивало они концентрировались на более важных вещах а доработка аудиосистем в основном сводилась к перемещению кнопочек вот на таких шарманках но в четвертом поколении эту тенденцию видимо решили изменить поэтому в топовых комплектациях такого форестера сюда даже устанавливают большой сенсорный дисплей с навигацией и аудиосистему карман кордон ну прям как у бмв нам же в средней комплектации приходится довольствоваться аудиосистема с шестью динамиками зато она воспроизводит mp3 дисков и usb к тому же к моему большому удивлению здесь нашлась функция bluetooth hands-free удивительно когда системы с таким простым внешним видом вторым нашим открытием оказалось то что на вот этот экран может выводиться информация воспроизводимых треках панель приборов надежно прикрыта от солнца козырьком а колодцев теперь два правда они небольшие поэтому цифры спидометра немножко мелковаты ну про центральный экран мне кажется уже все сказал задние двери открывается почти на 90 градусов для посадки это конечно же плюс не верю что сел за собой раньше здесь не было столько места кстати напомню что мой рост метр девяносто три и впереди я сидел достаточно комфортно по идее место для задних пассажиров должно было стать на 12 сантиметров больше причем в том числе за счет более узких спинок передних сидений задние же спинки здесь как и раньше раскладываются то есть меняют угол наклона свое время это было своего рода фишкой форестера конкуренты тогда таким не баловали сейчас все поменялось и теперь спинки откладываются них кнопками а стропами которые надо еще поискать у себя под ну в общем под собой кстати задние сиденья здесь тоже подняли на три с половиной сантиметра вверх в итоге сидеть очень комфортно тут нет такой проблемы как новом raw 4 с высоким полом подушка достаточно длинная и над головой место с запасом тоннель стал значительно ниже а подлокотник остался правильным широкий и плотно зафиксированный вы знаете я бы наверно отдал форестеру первое место в классе за комфорт задних пассажиров но не отдам во первых сидеть удобно здесь можно будет только вдвоем но что средний пассажир будет не в восторге от жесткого сидения и жесткой спинки во вторых набор удоб здесь на сегодня нельзя назвать полноценным дефлекторов нету карман в сиденьях почему-то только один и ручки без микролифта у конкурентов с этим все в порядке ну в оправдание форестеру отмечу отличное качество обивки сидений ткань приятная на ощупь легко очистится и я думаю будет износостойкой кроссовер это вам не бизнес седал багажник здесь действительно имеет большое значение и инженеры subaru в курсе они неплохо поработали в этом направлении более дорогие версии даже комплектуются электроприводом крышки как у конкурентов жаль только что открывается она недостаточно высоко объем багажника удалось увеличить более чем на 100 литров и теперь имеем 505 литров точно столько же сколько у нового rav4 и это очень неплохой показатель в классе под плотным фальшполом у нас узкая докатка благодаря этому удалось еще выкроить место для пенопластового органайзера и это конечно же очень удобно к тому же хочу вам сказать что упаковано здесь все достаточно плотно поэтому громыхать это все не будет так как в предыдущей версии шторха кстати снимается достаточно легко а спинки сиденья можно сложить как из салона так и из багажника вот такими рычажками быстро и удобно спасибо но вот ровный абсолютно пол к сожалению не получается но я думаю это не беда в рекламе subaru говорится you can even put your bike inside имеется ввиду что горный велосипед можно положить в багажник не разбирая его сейчас мы это и проверим ну что похоже не обманули даже с учетом моей двадцать четвертой рамы на этом будем заканчивать с обзором внутренности нового форестера и в следующем ролике пора проверять его на дороге жмите чтобы продолжить субтитры подогнал «Симон»